Добрый день, уважаемые коллеги. Пожалуйста, представить доклад на тему кириохирургических методов лечения пациентов с опухолями кожи. На сегодняшний день в России рак кожи в структуре заболеваемости занимает третье место по чистоте среди всех злокачественных образований после рака желудка и легких их составляет от 11 до 28%. Наиболее частыми причинами возникновения опухолей кожи являются частое травмирование кожи, любой тип облучения, генетическая предрасположенность, а также частое агрессивное воздействие на кожу. Как известно, наиболее частыми локализациями опухолей кожи являются голова и шея. Это 70-80% от всех случаев опухолей кожи. Наиболее частые это кожа спинки носа, крыло носа, инфраорбитальные области, ушные раковины, кожа губ. И в остальном это кожа туловища и кожа конечностей. Также в 10% случаях отмечается мультицентричный рост новообразований. Естественно, основными методами лечения опухолей кожи является хирургический метод лечения, в который криодеструкция занимает также довольно высокое место. Показанием для проведения криодеструкции опухолей кожи являются доброкачественные и злокачественные новообразования кожи, а именно это локализация опухоли в сложных анатомических зонах области лица, где хирургическое вмешательство может привести к большим кожам и косметическим дефектам. Также это преимущественно поверхностные поражения кожи, это те локализации, при оперативном вмешательстве на которые могут возникнуть трудности закрытия раневого дефекта, а также ослабленные пациенты с тяжелой сопутствующей патологией и пациенты, которым очень важны косметические требования. Необходимыми условиями для проведения адекватного лечения это эффективная теплопередача, достаточная продолжительность холодового воздействия, а также обязательные мониторики и управление криодеструкцией, как уже сегодня неоднократно было сказано, под КТ и УЗИ навигации. Это данное оборудование представлено на слайде и используется в нашем отделении, это различные криодеструкторы, это криодеструкторы без оттаивателя, то есть путем пассивного оттаяния. Здесь в данном случае представлены криодеструкции, которые были разработаны Георгием Георгиевичем и его коллегами с использованием автоматического отогрева. Это стойка, которую мы используем, это УЗИ, портативный УЗИ-аппарат, который также может во время проведения криодеструкции отценить глубину инвазии, а также холодовое воздействие на пораженную кожу. И также электрокогуляция и лазер, которые также могут быть использованы в качестве гемостаза при таких родовмешательствах. На данном слайде представлена одна из нескольких аппликаторов, которые используются для проведения именно аппликационной криодеструкции в зависимости от локализации опухоли, от ее размера. И здесь в данном случае ДЮАР для хранения жидкого азота. Какие виды криодеструкции мы применяем в нашем отделении, в нашем институте? Это в первую очередь струйная криодеструкция, аппликационная и пункционная криодеструкция. На данном слайде можно увидеть, как при помощи специального геля, по своей плотности приближенного к мягким тканям кожи, можно оценить, как аппликационная криодеструкция может воздействовать на пораженные участки кожи. То есть в зависимости от аппликатора мы можем понимать, на какую глубину мы можем воздействовать и также на какую ширину. Теперь несколько клинических случаев. Это наши пациенты, которые обратились в институт с язвенными формами новообразований, на кожах щек, кожах теменной области с переходом на нижнее веко, на правую щеку и также новообразование кожи кончика носа. Также это узловые формы, также пигментированные базалиомы, узловые формы новообразований. Здесь также другие локализации. Что стоит сказать, что большинство пациентов, обращающихся к нам для проведения криодеструкции, это прежде всего базально-клеточная карцинома, что, наверное, от 90% среди всех пациентов занимают. Остальные 5-10% это для пациентов с плоскоклеточным раком кожи, который зачастую приходит уже после гистологического подтверждения. И метод типический рак. В данном случае хочу представить клинический случай, когда в данном случае криодеструкция наиболее оправданный метод, в связи с тем, что у пациентки в области медиального угла глаза имеется надулярная базалиома, и хирургическое вмешательство может привести к большим косметическим дефектам. В данном случае методом выбора является криодеструкция. Под местной анестезией происходит обезболивание зоны новообразования. Также можно иглу использовать в качестве такого крючка, чтобы приподнять данную опухоль. Производится удаление новообразования. И аппликационная криодеструкция опухоли кожи, как минимум 2-3 сеанса с пассивным оттаиванием, и гемостаз при необходимости. В данном случае также клинический случай, тоже узловая форма, базально-клеточные карциномы. Также под местной анестезией производится инфильтрационная анестезия, удаление экзофитной части опухоли. Апликационная криодеструкция. На данном слайде хорошо видна зона обморожения этой опухоли. И на последнем слайде это гемостаз при помощи лазера, либо электрокоагулятора, что есть в наличии. Существуют данные пациенты, у которых имеются массивные поражения, при которых в связи с отсутствием адекватного, оптимального размера аппликатора, мы можем использовать так называемый марлевый накопитель спрея. Его методика заключается в том, чтобы обложить, грубо говоря, зону поражения марлевыми салфетками, и при помощи спрея производится нанесение, так сказать, хладоагента, именно жидкого азота на эту область. И это, можно сказать, очень хорошими подспорьями является в силу отсутствия данного определенного размера аппликаторов. Также клинический случай – это пациентка, которая длительно существующая базально-клеточная карцинома на коже височной области с большим местным распространением. Пациентка около 4 лет, она ее растила, из глубинки России приехала к нам уже в первую очередь с жалобами на то, что опухоль начинает распространяться на нижние века. Пациентка, боясь потерять зрение, обратилась к нам впервые. Пациентке под общей анестезией произведена также именно криодеструкция с использованием марлевого накопителя спрея. В данном случае марля уложена на область опухоли. Предварительно при этом можно также при помощи скальпеля либо электрокогулятора срезать экзофитную часть опухоли, либо максимально удалить, что возможно, и также использовать данную салфетку в качестве аппликатора. На данном снимке это после гемостаза, это уже окончание операции, мы видим зону именно гемостаза. И это вторые-третьи сутки после операции, мы видим зону массивного отека. В тёмном свете это после гемостаза указано расположение опухоли. И в данном случае пациентка пришла через полтора месяца на плановый приём вот с такой вот, с образованием такой корочки. Но, к сожалению, учитывая то, что пациентка проживает в далёкой деревне, далеко от Санкт-Петербурга, и, к сожалению, она больше к нам не приехала на контрольный осмотр. Также у нас используется пункционная криодеструкция, о которой уже сегодня не раз говорили. Хочется сказать, что при опухолях кожи она используется в нашем случае довольно редко, в силу того, что, как правило, мы используем криодеструкцию непосредственно на поверхности распространяющейся опухоли. Ну, существовали случаи, когда мы использовали данную методику у пациентов с локализациями базально-клеточной карциномы на коже ушной раковины с распространением на наружный слуховой проход, где применение аппликатора было крайне неудобно и, в принципе, невозможно. Поэтому были использованы именно пункционные методы криодеструкции. И одни из важных положений криодеструкции, именно успешного применения данного метода, это то, что обязательно должны быть знания, опыт врача, современная аппаратура для достижения эффекта, также зона оледенения неравна зоне крионекроза, это, как такие правила, площадь оледенения неравна её глубине, время адгезии должно соответствовать экспозиции, использование как минимум двух циклов охлаждения и оттаивания в зависимости от размера и распространённости опухоли, паузы после оттаивания в среднем около 5 минут и общая продолжительность процедуры 25-30 минут. Также необходимо информирование пациента об уходе за раной и контрольный осмотр регулярно каждые 3 месяца. Но, как правило, мы первое время после операции пациента встречаемся через полтора месяца, затем уже осматриваем каждые 3 месяца. Одним из преимуществ метода криодеструкции является тем, что это финансово незатратный метод, он, во-первых, очень эффективный, для этого нет необходимости нахождения пациента в стационаре, пациент в этот же день может спокойно уйти домой и при адекватном информировании пациента об уходе пациенты самостоятельно довольно успешно рано обрабатывают и достигают хороших успехов. Всё, спасибо за внимание. Спасибо большое за доклад. Есть ли вопросы к докладчику, пожалуйста. I have a question. Максимум. Какие самые крупные поражения? Максимальный размер поражения, да? 10 сантиметров. About 10 сантиметров. How long? Как долго. Не менее двух воздействий, а максимально сколько можно или нет смысла? Ну, это всё зависит от глубины, то есть бывает пациенты у нас приходят с минимальным распространением, то есть базальный клеточный карцинал может быть просто в виде пятна, где достаточно будет двух сеансов, но если есть распространение в подлежащей мягкой ткани, ну, в среднем мы используем три сеанса. Три сеанса по пять минут в среднем. И вот пациентка, которая из вашего доклада следует, что она пропала, которая больше в третий раз не появилась, вот что бы с ней было, или там пациенты подобные, это же большая зона воздействия. Потом что с ними происходит? Это большая косметическая операция, это нужно стянуть, это довольно тяжело, это как-то нужно там реализовать кожу, нужно там всякими там эспандерами такие мешательства делать, чтобы уже растягиваться, как-то кожа готовится к операции. Такое не очень удобное место. Ну, в данном случае у нас отделение занимается не только именно криохирургией, у нас очень большой опыт использования различных реконструктивно-пластических операций с применением различных лоскутов, торакодорзальных, пекторальных, свободных кожных лоскутов. Но в данном случае у данной пациентки, которая была представлена как в рамках клинического случая, пациентка не хотела именно реконструктивную операцию, пациентка изначально вообще приехала к нам только лишь на осмотр, и ее убедили в том, что ей нужно необходимо вмешательство. Ну, в данном случае она согласилась только лишь на криодеструкцию. Но в целом изначально пациентка всегда обсуждается, учитывая такие большие распространения. Мы понимаем, что есть риск того, что будет рецидив. Мы это с пациентом обязательно обсуждаем. То есть пациент понимает, что это может быть один из этапов проведения криодеструкции. И поэтому мы таких пациентов стараемся далеко не отпускать и стараемся их динамически наблюдать. Но учитывая различные социальные слоя общества, то есть некоторые пациенты просто пропадают, и нам судьба их неизвестна, к сожалению. Но однако в данном случае мы пациентке данные предлагали именно реконструктивную операцию, хирургическую, от которой она просто отказалась. Ну, там еще не каждый косметический хирург возьмется за такую операцию, чтобы все это восстановить. Ну, это все, в данной ситуации, да, это все возможно. Именно ей было показано, то есть абсолютно никаких противопоказаний не было. Это все возможно. Вдохновение. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует...